Здаров, с вами неудачный русский плегиад Дисинка, который не может в оригинал контент. А еще я взял такой короче и блять перестал делать видики, которые и так были кончены парашей. Сижу такой с сигаретой в зубах на бутылке дорогого пивка и раскидывая бабосиками за работами на стримчанских. Задумался, а зачем вообще пилить ролики, зачем монтировать и стараться, если можно тупо спидранить или проходить без смерти этот чертов Half-Life. Не, ну так неинтересно. Окей, давайте уже наконец-то перейдем к тому, о чем же мать его этот видос. На самом деле сейчас я вас буду насиловать сам рекламой, которую я уже наверное всех затрахал. Короче, вот сервер в Дискорде, ссылка в описании. Веселимся, обсуждаем все, что попало и свежие новости, анонсы реже всего выходят именно тут. Группа ВКонтакте, вот это интересная тема. Представьте, что в одном месте объединили всех контент-мейкеров по Half-Life в СНГ, плюс постят свежие новости, плюс анонсы и инсайды, плюс конкурсы и розыгрыши. Один, который будет прям вот-вот. Заходите, в общем, гоноберем тысяча участников. Еее, летс гоу. Можно было, конечно, обсудить некоторые тематические новости, но... Но, блядь... Вы видели, что там творится? Разработчиков Handown the Freeman на пустом слове обвиняют в плагиате чужого контента. Дима Неша у Ютуб кидает страйк всего лишь из-за использования другой игры в описании к стриму. Так как ему пришлось создать новый канал, зайдите и подпишитесь. Именно ему мы обязаны популяризации такого стримчинского жанра, как Бессмертей. Константин Маляшкин все еще не затизерил Silent Escape 2008... Ой... Короче... Пошло все в пизду! Сколько можно, блядь? Напоследок немного грустного. К сожалению для всех, это последний ролик в таком формате. Начиная со следующей недели, я начинаю делать регулярно адекватный контент по тематике Half-Life. Что именно? Я все еще... ХЗ. Всегда рад вашим идеям в комментариях. Грядет полоса перемен. Кратко говоря... Нахуй трэш. Субтитры подогнал «Симон»